Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В Астрахани 12 часов 30 минут Здравствуйте! В эфире Радио России Астрахань Очередная авторская программа «Культура. Национальное достояние» У микрофона Константин Гузенко Сегодня мы поговорим о профессиональной культуре и народном творчестве Послушаем молодого исполнителя и пригласим на ближайшие концерты и выставки А открывает программу «Астраханская песня» диско-ансамбля «Веретено» Он станет составной аудиовизуальной частью моей книги «Астраханское казачество. История, культура, музыка» Сегодня она отправилась в типографию Итак, звучит астраханская свадебная песня «Покачнитесь, дубовые косячки» Растворитесь, двери липы вы Я не в пиры-то еду, не в беседушку А к святому еду я бласловленницу Бласлови-ка меня, родный батюшка Бласлови меня, родная матушка Благодарю я тебя Меня выкормил, меня выпыл Я жила-то у вас Все ведь в радости Ничего не знала Выхожу я, родной В чужие люди ведь жить Все невзнамые Астраханская государственная филармония И ее художественный руководитель Наталья Долгих представляют Нашу беседу я бы разделил на две части Как я предполагаю Первая – это о том, что было Ну, в недавнем прошлом И то, что будет Ближайшее и, может быть, в удаленном будущем Давайте начнем от того, что было вчера Ну, в широком смысле слова Наверное, стоит упомянуть ряд мероприятий Которые прошли в филармонии в конце декабря прошлого года И в числе таких чисто предновогодних концертов и мероприятий Два, на мой взгляд, наиболее заметные Выделяются из череды концертов Это концерт камерного оркестра под названием «Вокруг света» В котором за пультом был дирижер греческого происхождения из Швейцарии Георгиус Балацинос Была необычная программа Так и была названа «Вокруг света» Потому что были представлены разные композиторские школы В том числе звучали премьеры Он прислал нам ноты и, можно сказать, подарил их Греческого композитора Скалкотоса Мы исполняли пять греческих танцев Это композиторы XX века И партитуру мы получили Лерой Андерсона Популярного композитора Который очень любит писать такие светские, симфонические Очень приятные пьесы Такого праздничного настроения и характера Ну а остальная программа содержала серьезные имена Авторов Чайковского, Григо, Сибелиуса и так далее И второй, наиболее яркий, что ли, концерт того периода Это концерт, посвященный 90-летию со дня рождения Микаэла Теривердиева Мы, ну скажем так, осмелились выйти с камерной музыкой на большую сцену Обычно такие мероприятия проходят где-то более в камерной обстановке и атмосфере Но мы пошли на этот определенный риск И, вы знаете, не прогадали Потому что музыка Теривердиева настолько душевна и близка к каждому сидящему в зале Что вот это тронуло сердца И зрители, которые пришли на концерт, уходили с каким-то особым чувством ностальгии о прошлом И благодарили за вот этот самый вечер концерт Который прошел, замечу, большей частью под рояль С какими-то вкраплениями камерного хора, акапельными И в основном это были солисты Вот вы говорите, а я почему-то вспоминаю концерт в отдаленном от нас Санкт-Петербурге Елена Давыдова Вместе с друзьями они поставили литературно-музыкальную композицию Но это было великолепно И она больше часа играла за фортепиано И играла очень редкие произведения с разрешения вдовы композитора И я до сих пор вспоминаю этот вечер И таким образом вот нечаянно у меня, по крайней мере, соединились две культурные столицы Юга России, Астрахань и Санкт-Петербург Благодаря вот нашим астраханцам Что предстоит, вот чтобы не пропустили наши астраханцы Какие-то, может быть, знаковые Понятно, что все концерты по-своему интересны Но вот давайте поговорим о том, что предстоит В ближайшие дни, в ближайшие недели Ну или, может быть, в какой-то отдаленной перспективе Вообще хочу отметить, что мы вступили в календарный год Который очень знаменательный для филармонии Потому что в 2022 году филармония будет отмечать свое 85-летие Со дня основания И все наши концерты, ну это в какой-то степени подготовка К большим грандиозным праздничным мероприятиям Которое состоится в ноябре этого года А из каких-то таких привлекательных музыкальных затей Если можно так выразиться Ближайшего времени Это концерт известного российского скрипача Графа Муржи Скрипач, проживающий в России Работающий в Московской консерватории Он венгр по происхождению И в программе будут звучать венгерские танцы Брамса Будет звучать необычная редакция Ноты привезены в Астрахань самим графом Муржи И он в свою очередь получил их от известного европейского скрипача Марка Оливье Дюпена в дар И этот самый Марк Оливье Дюпен В прошлом известный концертирующий скрипач И ректор Парижской консерватории Сделал редакцию для скрипки и струнного оркестра И вот в этом таком преобразованном виде будут звучать венгерские танцы у нас Еще мы ожидаем в начале марта тоже интересного музыканта Он уже был в Астрахани на юбилее русского оркестра Это Михаил Тоцкий, заслуженный артист Республики Карелия Скорее всего его можно назвать мультиинструменталистом Он приедет также с тремя своими инструментами С баяном, бантенеоном и аккординой Он лауреат всевозможных конкурсов В том числе в составе ансамбля Знаменитого конкурса в Калингентале И он будет давать сольный концерт На этот раз большой В двух отделениях с русским оркестром Будет программа в преддверии Международного женского дня Такого отдыхательного плана Но музыка будет звучать чудесной И очень много новых сочинений Которые никогда ранее в Астрахани не звучали У меня вопрос по любимым моим темам Это джаз И как бы продолжение Это детские программы Самое, наверное, обидное Что я не всегда могу попасть на детские программы Потому что в консерватории Где я веду уже много лет детский абонемент Мы совпадаем по времени Но, с другой стороны, у слушателей есть возможность Посетить и тот концерт И этот концерт Выбрать, наверное, самый лучший Но, я думаю, в перспективе, наверное, будем каким-то образом Искать тот компромисс Когда концерты можно даже разделить И это, по-моему, здорово будет Но это так, к слову А вот что касается джаза и детских программ Несколько слов об этом Концерт с бэндом филармоническим Вот буквально отзвучал в прошедшие выходные Следующий концерт намечен на апрель Но тема джаза живет не только в джаз-оркестре У нас есть чудесный молодой коллектив Которым управляет молодой, талантливый Михаил Гейфман И концерт его ансамбля запланирован на 24 февраля Где тоже будет звучать разная музыка В том числе и Мишина авторская Он впервые выносит на суд зрителей Свои джазовые опусы, уже оформленные в какие-то произведения Не просто вкрапления импровизации Ну и что-то из фьюжена, из бибопа, из традиционного джаза Ну в общем такой джазовый микс И конечно же там будут присутствовать наши солистки Настя Толоконникова, Анна Забелина, Елена Дорохина А что касается детских концертов Тоже есть один такой интересный нюанс Детских концертов стало Ну не то чтобы больше в принципе За всю, как говорится, творческую жизнь филармонии Но вырисовались три разных цикла Один из них это традиционные концерты Надежды Александровны Дорофеевой Под названием «Воскресные концерты для детей и родителей» Где в течение концертного сезона Она задействует разные творческие коллективы Второй цикл концертов для самых маленьких Взяла под свое крыло другой музыковед Диана Пащенко Это истории, в которых она вещает О разных писателях детских, композиторах, музыкантах Которые так или иначе связаны с детским творчеством И вот ближайшая программа будет посвящена Юблею Уолта Диснея И третий цикл концертов Это сказки с русским оркестром И вот именно этот цикл Неожиданно совершенно как-то для нас Очень приятно неожиданно попал в нацпроект И в этом году мы будем Работать этот цикл Даже при поддержке Министерства культуры Российской Федерации И Астраханской области И завершая, наверное, от себя добавлю Что от тех концертах, о которых мы сейчас узнали И от тех других концертах Астраханской государственной филармонии Люди могут почитать на сайтах Прочитать афиши Главное не теряться в этом пространстве Музыки, звуков Мне кажется, филармония живет очень интересной Насыщенной жизнью, творческой жизнью Много молодых, красивых И не только молодых солистов, исполнителей Есть куда пойти Просто надо внимательно следить За происходящими событиями в филармонии Да и вообще в нашей астраханской культуре Есть куда пойти Есть на что посмотреть Но не будем забывать В какое время мы живем При соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора Спасибо До новых встреч И увидимся, наверное, в самое ближайшее время На наших концертах На ваших концертах Всего доброго В рамках четвертого международного фестиваля современного искусства Каспия О котором, к слову, было сказано в дайджесте Союза композиторов России О важных событиях в области профессиональной культуры России Прошел третий фестиваль-конкурс имени Александра Блинова Юный композитор Лауреатом безоговорочно Член жюри признали фортепиано и композиции Карена Гюрджана Преподаватель Баева Султана Павловна Астраханский музыкальный колледж имени Мусоргского На заключительном концерте Лауреату в Большом зале Астраханской консерватории Он исполнил свой опус 78 Моя запись Лауреатом безоговорочно Лауреатом безоговорочно Лауреатом безоговорочно Лауреатом безоговорочно Лауреатом безоговорочно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Валерием Харламовым Субтитры подогнал «Симон» 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 Помимо выставки Валентини Дефине Кристи, у нас состоится персональная выставка Игоря Парахина. Молодой астраханский художник. Выставка посвящена 25-летию его творческого пути. Будет представлено около 60 работ этого художника. Это будет все также работать на втором этаже Астраханской картинной галереи. В отделе зарубежного искусства в гравюрном кабинете совсем скоро будет работать уже выставка Александра Шапошникова. Известный астраханский художник, мастер акварельной живописи. И, конечно, его работа очень хорошо известна астраханцам. Это один из лучших представителей так называемой Ступинской школы современной акварельной живописи. Один из учеников известного аквалириста Ступина. И считается тоже одним из признанных астраханских художников. Но что касается конкурсов, конкурс будет детских рисунков. Мы продолжаем уже наш проект детской картинной галереи, который реализуется в Астраханской картинной галереи уже более 10 лет. И уже хорошо зарекомендовал себя. И в рамках этого конкурса тоже будет организована итоговая выставка. Мы приглашаем к сотрудничеству учителей общеобразовательных. Это школы, в частности, учителей рисования. Как он сейчас называется, ИЗО. В качестве темы конкурса этого года объявлена личность Петра I. Это год юбилейный. И вот как раз тема этого года. Петр I. Как известно, он имеет самое прямое отношение к Астрахане. Историческое. У нас установлен и памятник Петру I. А Петр I все время хотел сделать из Астрахани окно в Азию. Прорубив окно в Европу, стал рубить окно в Азию. Собрался наделать, конечно, в Астрахани. Но вот, к сожалению, он не успел этого сделать. Но с Астраханем он очень хорошо связан. И мы решили посвятить конкурс детского рисунка, чтобы дети не только, скажем, воплотили свой талант, но и заодно бы еще познакомились с историей России и прикоснулись к истории. Это всегда очень важно. Ну, я так осторожно скажу, потому что есть разные точки зрения на деятельность реформы Петра I. И не всегда они только со знаком плюс. Конечно, со знаком плюс. Но есть и другие точки зрения. Может быть, это как раз в какой-то степени стоит побудительным мотивом. Но если не сейчас, то в будущем. Все-таки пристально обратить внимание на деятельность Петра I, да и любого правителя. Потому что именно они чаще всего и определяли эпоху и развитие нашего государства российского. Да, вот европейский курс. Но вот некоторые считают, что, может быть, это немножко неправильный путь. Или не туда мы посвернули. А может быть, нужно было в Азию. А может быть, вообще никуда не нужно было сворачиваться, остаться, как вот японцы остались со своими Гагаку и прочими. Но еще раз говорю, это всегда интересно. И, с другой стороны, рушить канонические какие-то идеи, темы, ну, наверное, не в детям. Можно и нужно. Дворики. Что-нибудь есть? Слышно про музейные дворики, которые проходили достаточно успешно? Я не говорю, что вот они будут с такого-то числа. Вы можете просто сказать, да, думаем, да, пока еще рано. Ну, вот что, будут музейные дворики? Они ведь пользовались огромной популярностью. И там даже, я бы сказал, такой клуб по интересам. Потому что люди постепенно знакомились и уже не могли расстаться. И уже ходили вместе, обсуждали, слушали, слышали. И так будут ли музейные дворики в летний период? Музейные дворики – это один из проектов Астраханской картинной галереи, который, да, совершенно верно, стал уже одним из летних брендов Астраханской картинной галереи. Уже очень многие люди интересуются, будут ли дворики, в каком формате они будут. Ну, конечно, в планах есть. То есть, скорее всего, дворики будут. Потому что, если есть спрос, то будет и предложение. Но, конечно, по поводу формата ведутся разговоры, идет обсуждение. Конечно, работа в картинной галереи не останавливается ни на минуту. Это не только текущие выставки, это еще и выставки с прицелом на месяц-два. А то и какие-то проекты, которые еще ждут своей реализации спустя годы. То есть, работа над этим ведется. Ну, конечно, хочется верить, что астраханцы в этом году посетят наши музейные дворики. И, опять же, очень многое будет зависеть от ограничений. Вот сегодня, да, к сожалению, такое непростое время, когда мы ждем уже чуть ли не каждый день каких-то новостей. Как ограничат, какие будут противоинфекционные меры приняты. Но очень хочется верить, что музейные дворики этим летом астраханцев порадуют. Ну, мы понимаем, я понимаю, что это все-таки для людей делается. Вот эти ограничения, а не просто выдумка какого-нибудь не очень здорового человека. Как иногда можно прочитать в социальных сетях. Завершая, может быть, вы укажете путь, где можно информацию почерпнуть. Астраханская картинная галерея есть везде. То есть, мы и на телевидении, мы и в печатных СМИ. И, конечно же, в век высокотехнологий мы не можем обойтись без интернета. Совсем недавно был запущен новый сайт Астраханской картинной галереи. Доступен по ссылке догадинка.ру. Потому что, как у нас, по аналогии с Третьяковкой, наша картинная галерея уже давно называют Догадинкой. И вот сейчас работает новый сайт догадинка.ру. Есть аккаунты картинной галереи практически во всех социальных сетях. Это социальная сеть ВКонтакте, это Фейсбук, Одноклассники, Инстаграм, Ютьюб. То есть, везде просто по поиску Астраханской картинной галереи можно узнать последние новости. Ну и, конечно же, мы всегда доступны по телефону. 51 на 1121. 51 на 1121 это телефон приемный. 51, 52, 32 это телефон для заказа экскурсии. Всегда по этим телефонам можно позвонить людям, которые так или иначе не пользуются интернетом. Это же не для всех, личный выбор каждого. То есть, какой путь получения информации выбирать. Всегда по этим телефонам люди могут позвонить, задать совершенно простой вопрос. Что у вас есть в картинной галереи? Ну, то, что у нас есть всегда, это прежде всего наша основная экспозиция. То есть, которую надо обязательно посетить. Это наша экспозиция русского искусства. 9 залов. От иконописи до авангарда. Сейчас совсем скоро уже начнется туристический сезон. И, как показывает практика, равнодушных наш третий этаж не оставляет никого. То есть, люди, приезжающие из отдаленных совершенно городов в нашу галерею, говорят, это маленькая Третьяковка. То есть, то, что там в Третьяковке ходишь просто 3 часа, а то и дольше можно целый день Третьяковской галереи привезти. В Астраханские картинные галереи тоже такая вот небольшая энциклопедия русского искусства на нашем третьем этаже русского искусства. Спасибо вам за интересный рассказ. Надеюсь, мы опять скоро с вами встретимся. Вы дадите актуальную информацию по происходящим событиям в Астраханской государственной картинной галереи имени Павла Дагадина. Итак, все в картинную галерею, потому что здесь интересно, здесь можно остаться один на один с собой, с картинами и послушать умных собеседников. Спасибо, Валерий Валерьевич. Спасибо, ждем вас в Астраханской картинной галереи. Любой астраханец может прийти в Астраханскую картинную галерею и погрузиться в мир искусства. Вы слушали программу «Культура. Национальное достояние». Автор ведущей записи «Монтаж» Константин Гузенко. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует...